Безвиз действительно положительно сказался на притоке туристов в Беларусь. За последнее время в сфере произошли громадные изменения. Речь идет не только об увеличении числа гостей. Больше туристов, больше рабочих мест для их обслуживания. Как оказывается, они создаются даже за границей. Гиды и переводчики нелегалы из соседних стран могут превратить простую экскурсию в своего рода альтернативную историю Беларуси, имеющую мало общего с реальными фактами. Татьяна Ревизори разбиралась в ситуации. Ежегодно Минск посещает более полумиллиона туристов. На единственных в Беларуси курсах по подготовке гидов-переводчиков на набор не жалуются. Слушатели через одного либо лингвисты, либо с дипломом международника. Большинство уже работает в сфере гостеприимства. Я читаю гиды-переводчиков китайского языка. Очень огромный спрос и большой перспектив в Беларуси. Кстати, на неделе Беларусь и Китай официально запустили год туризма. Правда, владеющих языком конфуция среди сопровождающих пока всего 14. О нехватке гидов-переводчиков то и дело говорят на разных уровнях. Судите сами на всю страну. Лишь 185 аккредитованных специалистов. А вот гидов со знанием, казалось бы, польского в Беларуси не наберется и 30 человек. Если брать восточную Беларусь, то там вообще плохая ситуация с экскурсоводами, англоговорящими и про другие языки. То есть уже даже не стоит упоминать, потому что там их просто нет. По выходным на туристическом паркинге возле синагоги в Гродно можно с легкостью насчитать 10, а то и 12 автобусов. Безвизовый режим теперь и в районе действует больше года. Возможностью посмотреть на город королей уже воспользовались 53 тысячи иностранцев. На бывшей рыночной площади все чаще звучит польский, английский, немецкий. Экскурсоводов на всех не хватает. Гид просто на расхват. И есть также определенные даты, когда гидов на польском языке мы заказываем даже за полгода. По безвизам у въезда у нас приехало 60% литовцев. И у нас на сегодняшний день нет пока ни одного аттестованного гидово-переводчика на литовском языке. Между тем наплыв активизирует серых экскурсоводов. И речь сейчас не только о белорусах, работающих неофициально. Многие наши соседи, особенно поляки и россияне, приезжают со своими рассказчиками. Гиды-нелегалы или, как их принято называть в профессиональной среде в Ариаге, подают информацию по-своему. По две стороны парка находятся два литературных музея – Ажешко и Богданович. То есть белорусский гид указывает два объекта, польский указывает, как правило, только музей имени Ажешко. В сентябре месяце в Гродно было в выходные дни по 20 автобусов зарубежных. Все они проводили сами экскурсии. О проблеме в Ариагов Николай Чирский, экскурсовод с почти полувековым стажем, говорит более 20 лет. Уж если б гиды-нелегалы просто уводили клиентов, экскурсии в исполнении приезжих сопровождающих превращаются в такую альтернативную историю нашей страны. Они наносят большой вред нашей стране не только экономически, но и идеологически. Они подают историю не с точки зрения нашего государства, а с точки зрения своей. Пример Польши. Они говорят, что это их территория вплоть до Минска, так называемая Речь Посполитая. Россияне, особенно с Питера, рассказывают уже полоцкую историю, не с точки зрения нашего первого начинального города Колыбели, Колыска нашей державности, а рассказывают, что это одна из частей Московского государства. Искажая реальные факты, нелегалы, количество которых растет, наносят вред имиджу государства. Между тем, механизм контроля за качеством экскурсионных услуг у нас в стране все еще отсутствует. Никаких жестких мер экскурсоводам, которые не прошли аттестацию, у нас нет. Мы можем просто пожурить их, сказать, ну, не аттестованы, нельзя водить экскурсии. Не должно такое быть, потому что все-таки Беларусь – это суверенное европейское государство. Европейское, подчеркиваю, нигде в Европе вы, приехав туда с группой, не можете провести в той стране экскурсии. За это очень строгие наказания, санкции, не сочетая штрафы. Это может быть вплоть до депортирования. Предложение о введении штрафа за нарушение экскурсионного законодательства Министерство спорта и туризма направило в парламент. Пока предлагаемый размер санкций – 26 базовых величин. Это более 600 рублей. Вопрос будет рассматриваться в этом году. Сейчас ставят вопрос о том, чтобы каким-то образом законодательно закрепить те нормативно-правовые документы и разработать их, которые позволяли бы отсекать вот таких вот нелегалов. Повинны быть прописаны штрафные санкции, и это все повинно быть регламентованно. Это первый нюанс. То есть за такую идейность. Другий очень важный нюанс – это то, что вы кажете. То есть однозначно на всей территории Беларуси повинны быть белорусские гиды и только белорусские. Сегодня для того, чтобы получить сертификат экскурсовода либо гида-переводчика, необходимо пройти обязательную государственную аттестацию. По сути, тот же экзамен, состоящий из компьютерного тестирования и устного собеседования у комиссии. Подтверждать квалификацию требуется каждые пять лет. Специалистов готовят преимущественно на курсах, но можно прийти и со своей базой. Во многих вузах есть специальности, у которых набор дисциплин близок к тем профессиональным компетенциям, которые требуются для экскурсовода, гида-переводчика. И, наверное, в преддверии таких масштабных событий, спортивных, массовых, важно активизировать вот эту работу. То есть ребят, которые знают иностранные языки, их стимулировать к тому, чтобы они не боялись шли на аттестацию, вливались в ряды этой очень интересной специальности. Вопрос подготовки квалифицированных кадров особенно актуален в преддверии вторых европейских игр. Туроператоры разрабатывают новые экскурсионные программы. А проблему нехватки специалистов теперь будут решать и на базе Республиканского института высшей школы. Буквально на следующей неделе будет открыта переподготовка для гидов-переводчиков. И с сентября 2018 года мы планируем переподготовку экскурсоводов для того, чтобы люди на выходе не просто могли прочитать заученную ими экскурсию, а создавать свой собственный маршрут, свой собственный продукт. А на неделе на экскурсионные маршруты по-новому взглянули Татьяна Ревизори и Галина Буро.